Добрый день, уважаемые лидеры! Отметьте, пожалуйста, в чате, видно ли меня и слышно ли меня, и мы будем начинать наш вебинар. Все отлично, все хорошо. Тогда будем начинать вебинар. Спасибо, что присоединились к нашему вебинару. Мы специально создали сегодня нашу вебинарную комнату, чтобы более подробно вам рассказать о нашей сезонной кампании, которую мы начинаем уже этой весной. Скажите, пожалуйста, видно ли вам первый слайд нашей презентации? Да, отлично видно. Мы просто сегодня с другого ноутбука, поэтому я надеюсь, что технически у нас будет сегодня все нормально. Итак, наш сегодняшний вебинар посвящен нашей активационной кампании весны, которая называется «Играй с трендами». Как вы знаете, компания Reflame всегда предлагает на каждый сезон определенные интересные активности, благодаря которым мы более подробно рассказываем о наших сезонных кампаниях, о том направлении, в котором движется компания Reflame, и рассказываем, как, на что интересно и современно сейчас приглашать внешнюю аудиторию. Наша новая сезонная кампания называется «Следуй своей красоте». Именно в этой сезонной кампании мы будем рассказывать, что такое красота и что такое тренды, как в современном мире следует следить за трендами, за какими трендами нам следует направляться. И, естественно, в основе любой сезонной кампании, которую мы специально с агентством и с коллегами разрабатываем, лежит определенная вводная данная, так называемый «конфликт и инсайт». Что же такое «конфликт и инсайт» нашей весенней сезонной кампании? То есть, почему именно в этой кампании мы будем говорить о необходимости следовать трендам? Дело в том, что вокруг нас сегодня очень много примеров и стандартов красоты. И буквально со всех сторон нас это атакует. Каждый раз, просыпаясь утром, мы смотрим наши социальные сети, и мы видим, как много взаимодействия между человеком и различными брендами происходит. Согласитесь, постоянные социальных сетей, из телевизора, из радио, нам пытаются навязать какие-то определенные тенденции, какие-то тренды. И в современном быстром мире практически невозможно за этим всем угнаться, потому что трендов становится слишком много. Надо отметить, что сейчас многие люди страдают от того, что гонка за трендами делает их несчастными. Мы всегда хотим успеть зачем-то, но угнаться за трендами мы не успеваем. Девушки всегда следят за трендами в косметике, в визаже, в моде. У мужчин свои наблюдения за трендами. Это какие-то гаджеты, машины, интересное что-то связанное с деловым стилем. Всегда хочется быть первым и всегда хочется следовать трендам. Именно исходя из этого мы разработали нашу сезонную кампанию «Следуй своей красоте». И в рамках этой кампании мы будем рассказывать, что такое тренды. Как я уже сказал, постоянно следуя за трендами, мы боимся что-то упустить. И сейчас по планете распространяется так называемый вирус неуспевания за трендами. И действительно, это не шутка, это не смешной слайд был на ваших экранах, это серьезная информация. Потому что ученые выделили, что сейчас есть так называемый вирус FOMO. Это от английских слов fear of missing out. То есть страх упустить что-то важное. Мы стремимся попробовать всегда что-то новое и порой даже не представляем, полезно нам это, подходит нам это, в тренде это или нет. Ну, так или иначе, такова натура человека всегда быть первым, всегда зачем-то стремиться. Это действительно, естественно, это очень хорошо. Но в рамках этой кампании мы постараемся вам рассказать, что не тренды главное, а главное то, как подходить к этому. И мы запускаем в компании Reflame новое движение, которое будет рассказывать о том, как правильно следовать своей красоте. Зачем надо следовать, какие тренды сейчас популярны, что сейчас именно происходит на косметическом рынке. Итак, как вы знаете, Reflame это шведский эксперт по красоте и образу жизни. И мы знаем, что подлинная красота это нечто большее, чем последние тренды, придуманные кем-то. Мы на рынке уже более 50 лет, в этом году мы будем отмечать 15 лет на косметическом рынке в Беларуси. И поверьте, компания Reflame знает о трендах все. И в этой сезонной кампании, которую мы объявляем этой весной, мы расскажем вам, какие тренды именно популярны. Что подойдет именно вам, как раскрыть вашу истинную красоту. И благодаря этому мы будем приглашать новых людей в компанию Reflame, помогать вам укреплять свои структуры, привлечь новых людей, повысить товарооборот. И рассказать о том, что такое шведский бренд и какие тренды сейчас популярны. Наша сезонная кампания имеет очень некрасивые визуалы. Те, кто из вас получил книгу красоты весеннюю, она уже вышла у нас. Вы, наверное, увидели то, что наша весенняя книга также посвящена тому, что мы будем учить играть с трендами и следовать своей красоте. Все-таки основное в нашей весенней кампании, компании «Следуй своей красоте» – это то, что мы объявляем конкурс на контракт с компанией Reflame и будем проводить конкурс для визажистов. Специально к этому конкурсу у нас появился наш бьюти-партнер. Это звездный визажист. Вы сейчас видите эту приятную девушку на слайде у меня. Елена Санько ее зовут. И Елена будет нас поддерживать как звездный эксперт в рамках этой сезонной кампании. Мы всячески будем коммуницировать. Уже приступили к съемкам видеороликов и общались уже неоднократно с Еленой. Могу сказать, что очень приятный человек и действительно мастер своего дела. И мы очень рады, что она будет поддерживать нас в этой кампании. Это человек, который построил профессиональную карьеру в Белоруссии. Она будет являться нашим звездным визажистом и судьей конкурса. Будет помогать нам выбрать действительно настоящих профессиональных визажистов в нашем конкурсе. И также мы с Еленой уже приступили к готовиться понятные, интересные и трендовые мастер-классы. Она расскажет то, что интересно будет именно в этом сезоне, зачем необходимо следовать, как правильно делать мейк. Очень много интересной и полезной информации мы, естественно, ждем от Елены. Давайте немножко подробно остановимся о том, как будет проходить именно наш конкурс. Это очень важная информация, чтобы вы понимали и рассказывали визажистам, что им необходимо делать. Но в то же время, чтобы вы как лидеры, как менеджеры СПО понимали, как может эта сезонная кампания вам привлечь новых людей, как правильно провести мероприятие в СПО, что необходимо делать, на какую поддержку от кампании можно рассчитывать. Итак, наша премия красоты, конкурс The One Beauty of Art, он будет проходить в четыре этапа. Совсем недавно у нас с понедельника запустился сайт Lending, который мы рассказываем более подробно об этой сезонной кампании. И именно с этого момента, с понедельника, с 18 числа у нас начинается отборочный тур. Практически полтора месяца у нас будет проходить этот отборочный тур. У нас сейчас проходит регистрация визажистов на нашем сайте, и она будет продолжаться до 21 марта. На первом этапе мы на нашем сайте, у нас специальный сайт Lending, приглашаем зарегистрироваться в наш конкурс визажистов. Визажисты регистрируются и в течение нескольких дней проходят модерацию. Мы отсматриваем аккаунты, которые указывают визажисты, подтверждаем, либо отказываем с аргументацией, что необходимо подправить в регистрации этих визажистов. Далее в этом отборочном туре также проходят мероприятия, так называемые бьюти-дни с визажистами и гостями, которые уже проходят на тех площадках, которые выбирают лидеры. То есть это могут быть как СПО категории ВИП, А, Б и С, либо какие-то внешние площадки, если вы хотите пригласить визажистов и людей на вот это мероприятие, на бьюти-дни на какой-то внешней площадке. Более подробно мы еще остановимся на первом этапе, как регистрировать, где регистрировать, что должны делать лидеры. У нас отдельные слайды есть. Я вижу, что спрашивают в чате, будет ли презентация. Да, конечно, всю презентацию мы вам предоставим сразу же после нашего вебинара. Итак, пройдемся более подробно по всем этапам. Уже дальше это общий слайд, чтобы понимать, что у нас четыре этапа. Первый этап – это регистрация визажистов и мероприятия в самом СПО. Далее у нас будет четвертьфинал на первых двух неделях апреля, на который мы приглашаем минимум одного визажиста из региона, которые пройдут у нас следующий этап, то есть полуфинал. Минимум по одному визажисту мы будем выбирать от каждой области города Минска. Но возможно, что получится в какой-то области у нас этот проект будет более интересен, примет участие большее количество визажистов. Соответственно, может быть такое, что от Гродненской области мы выберем одного визажиста, но в то же время мы выберем три визажиста от Витебской области. Потому что всего у нас на втором этапе, в четвертьфинале, мы совместно с лидерами выбираем 14 визажистов, которые будут участвовать в ваших днях в отборочном туре на первом этапе. Далее у нас будет полуфинал, который пройдет в апреле с 16 по 21 апреля. На котором мы будем выбирать уже из этих 14 визажистов 7 визажистов, которых пригласим в финал в Минске. На площадке мы будем проводить в Минске финал, где при гостях вот эти 7 визажистов будут проводить свои мастер-классы, будут показывать свое мастерство, и мы будем выбирать победителя. Это если вкратце по этим четырем этапам. Давайте все-таки пройдемся немного дальше, и я более подробно расскажу, что необходимо делать на каждом из этапов. Итак, наша компания называется «Следуй своей красоте». Это наши официальные хэштеги мероприятия. Тоже мы будем делать коммуникацию о том, что очень важно использовать эти хэштеги на мероприятиях, когда вы размещаете какие-то посты в социальных сетях, в Инстаграм, ВКонтакте, либо снимаете сториз, чтобы по этим хэштегам можно было легко отследить, а людям, которые заинтересовались нашим проектом, чтобы они смогли также присоединиться к этим мероприятиям. Таким образом, рекомендация от компании по проведению бьюти дней заключается в том, что это будет два параллельных направления, то есть СПО категории ВИП, А, Б и С, они участвуют в компании для лидеров, то есть они заинтересованы пригласить как можно больше внешних людей, чтобы они посмотрели на это мероприятие, и визажистов, которые будут участвовать в этом мероприятии. Компания же со своей стороны приглашает всех лидеров, и параллельно мы также будем помогать вам находить визажистов для ваших мероприятий. Это будет настроено с помощью рекламы, мы запускаем таргетированную рекламу, в которой мы будем рассказывать о нашем проекте и говорить, что в Oriflame проходит конкурс, вы можете поучаствовать в этом конкурсе, оформляйте заявочки, пожалуйста, на нашем сайте лендинга, мы будем их принимать и связывать вас с теми менеджерами СПО, которые собираются также участвовать в этом проекте, которые будут регистрировать свои мероприятия на нашем сайте. То есть в отборочном туре, когда у нас идет регистрация визажистов, есть два пути. Первый путь – это то, что лидер сам находит визажистов, приглашает их, рассказывает об этом проекте. Визажист регистрируется на сайте и указывает при регистрации адрес, вернее не адрес, а номер консультанта, номер лидера, который его пригласил, чтобы мы понимали, что этот визажист регистрируется совместно с вот этим лидером и будет участвовать на мероприятии этого лидера. Если же мы с помощью рекламы находим сами визажистов каких-то, их не находит лидер, мы получаем регистрацию визажистов на нашем сайте, и тут уже компания отслеживает, кто из лидеров участвует. Если, к примеру, мы получили 2-3 заявки визажистов из города Барановичи, и мы видим, что, например, в городе Баранович, например, Ирина зарегистрировалась также в этом проекте, собирается проводить на своем СПО это мероприятие, мы, естественно, этих визажистов предоставляем, даем контакты для Ирины, чтобы она смогла пригласить их на свое мероприятие. Если в городе несколько ВИП-СПО и несколько у нас зарегистрировали мероприятий, мы будем стараться распределить равномерно тех визажистов, которые приходят к нам на регистрацию с рекламы в этот проект. Как я уже сказал, могут быть самостоятельные заявки от визажистов, могут быть заявки от визажистов с помощью лидеров, которые находят их в своем регионе. Что мы делаем с такими индивидуальными заявками? Как я уже сказал, заявки попадают к нам в отдел, мы их отсматриваем. Два раза в неделю мы снимаем информацию с сайта, отсматриваем заявки и предоставляем этот список для тех менеджеров, которые у нас зарегистрировались и хотят поучаствовать в проекте. То есть я думаю, что тут будет очень хорошая помощь от компании, с учетом того, какой мы уже сейчас ожидаем интерес от компании, и с учетом того, что мы запускаем масштабную рекламу нашего этого конкурса на сайте. Если же визажиста пригласил лидер, то визажист должен при регистрации не забыть указать номер лидера, который его пригласил. Пожалуйста, делайте фокус, если вы приглашаете какого-то визажиста, говорите, чтобы он не забывал указывать номер того лидера, которого он пригласил при регистрации. Движемся далее. Вот так выглядит форма регистрации на сайте у нас. У меня дальше есть более подробные слайды. Мы еще рассмотрим, что главное делать и как правильно зарегистрироваться. Есть вопрос, а если лидер сам есть визажист? Ну, отлично, тогда вы можете регистрироваться как визажист на наш конкурс, указывать в регистрации свой же номер лидера. Но я не совсем уверен, что смогут лидеры одновременно быть как организаторами мероприятия, так проводить и все-таки мероприятия как визажисты. Но, тем не менее, у вас такая возможность есть. Пожалуйста, регистрируйтесь. Лидеры могут сами регистрироваться так же, как визажисты. Распределением заявок от саморегистрирующих визажистов – это сотрудники отдела маркетинга, координатор по продукции и наши астмы. То есть мы будем смотреть, распределять заявки между теми лидерами, кто будет участвовать в этом проекте. Что делает лидер? Лидер либо менеджер СПО, они подготавливают заявку на участие в проекте, потому что нам надо понимать, какое количество лидеров, какое количество менеджеров СПО хотят участвовать в нашем проекте. Подготавливая эту заявку, мы в ближайшее время… Как мы будем отслеживать заявки? Заявки мы будем отслеживать по тем мероприятиям, которые вы создаете с помощью нашей карты на сайте, либо с помощью заявок по Google форме, которые мы вам в ближайшее время предоставим. Можно зарегистрироваться на Google форме, это будет простая форма, где вы просто подтверждаете, что вы заинтересованы в этом проекте, вы хотите проводить мероприятие на своем СПО, либо в своем городе с обязательным указанием города, чтобы мы понимали, если у нас визажисты самостоятельно регистрируются с Гродно, чтобы у нас был список таких лидеров, кто планирует участвовать в этом конкурсе из Гродно, и мы смогли давать вам контакты для связи визажиста и лидера. Также лидер и менеджер подготавливают набор косметики для проведения мероприятий. Тут, естественно, наверное, даже не стоит делать такую оговорку о том, что мероприятия мы проводим только на косметике Арифлейм, и только с помощью косметики Арифлейм. Лидер, менеджер звонит визажистам после того, как мы предоставили контакты от тех визажистов, которые зарегистрировались самостоятельно, и договаривается о проведении бьюти-дня. Оформляет заявочку, размещает мероприятие на нашей карте. Это тоже очень важно, потому что второй сегмент аудитории, на которой мы будем рекламироваться, это просто люди, которых мы будем приглашать на мероприятие. Соответственно, если, например, в городе Бресте на карте нет мероприятия, что в ближайшее время будет проходить бьюти-день на каком-то определенном СПО по такому-то адресу, люди, заходящие с рекламы, просто не увидят этого мероприятия и не смогут прийти. И, естественно, лидер дает обратную связь делу продаж по мероприятии и работе визажистов. Именно в отборочном туре основными судьями конкурса нашего о том, как работают визажисты, мы надеемся на помощь наших лидеров. Мы подготовили специальную форму, также она у меня будет на следующих слайдах, по критериям оценки визажистов, которые будут участвовать в ваших мероприятиях, в бьюти-днях во время отборочного тура, который будет у нас проходить до конца марта месяца. Обязательно необходимо будет давать визажисту возможность познакомиться с продуктом. То есть не стоит приглашать визажиста на ваш бьюти-день, если он впервые к вам приходит и видит продукты впервые. Важно обязательно встретиться с визажистом, рассказать подробнее, обсудить варианты проведения мастер-классов, проведения экспресс-макияжа, потому что некоторые визажисты делают фокус на экспресс-мейкап, другие работают по другим направлениям. То есть все это необходимо вам согласовать до мероприятия, чтобы когда вы вносите заявку на нашу карту, на нашем сайте, нам также была короткая информация о том, что все-таки ждет наших лидеров на своем мероприятии. Это может быть как в день мероприятия, но все-таки мы рекомендуем вам связываться с визажистом, обсуждать все нюансы по участию в мероприятии накануне. А также следует уточнить формат работы визажиста. Это мастер-класс, либо бесплатный макияж, либо, может быть, что-то визажист вам, либо вы визажисту предложите еще интересное. В чем преимущество вот этих вот бьюти-дней для менеджеров ВИП-СПО, для лидеров? Вы получаете бесплатного визажиста, который проводит для ваших гостей мероприятие мастер-класс. Мастер-класс, то есть по декоративной косметике, один из самых востребованных. Сейчас это действительно настоящий тренд. Мы проводили с коллегами из головного офиса исследования. И поэтому считаем, что мастер-класс – это сейчас то, что очень любит молодая особенно аудитория, то, что любит аудитория особенно в регионах. Регионы у нас, как правило, не избалованы какими-то мероприятиями. И мы ожидаем, что большим спросом будут пользоваться ваши мероприятия с помощью особенно нашей рекламы, приглашения визажистов. Я думаю, что поток людей мы вам хорошим сможем обеспечить. Однако также рассчитываем и на вашу помощь по поиску как визажиста, так и внешней аудитории. Благодаря актуальному формату мероприятия вы сможете поддержать активность, увеличить средний заказ, получить новых рекрутеров. Есть вопросы в чате, я буду параллельно между слайдами, когда есть время отмечать на них, либо потом в конце презентации мы также ответим на ваши вопросы. Если собирается проводить не менеджер СПО, а просто менеджер, как оформлять заявку? Ну, в любом случае, менеджер должен проводить мероприятие где-то. Соответственно, если он проводит мероприятие на каком-то СПО, он также оформляет заявку как менеджер СПО, указывает адрес этого СПО. Если менеджер проводит мероприятие на какой-то внешней площадке, в кафе, либо арендует какую-то площадку, указывается мероприятие, адрес вот этой вот площадки. То есть тут практически идентично, если вы помните, как у нас проходила регистрация мероприятий на наш проект «Антикастинг». Визажист обязательно должен быть зарегистрирован в «Арифлейм». Может быть, как консультантом «Арифлейм», может быть, и не консультантом «Арифлейм». Тут ограничений каких-то нет. Следует понимать только то, что 5000 белорусских рублей, которые мы предлагаем, это не подарок, это гонорар за партнерство с компанией «Арифлейм». То есть это выгодно как внешним визажистам, не консультантам, это выгодно как и консультантам. То есть параллельно можно будет совмещать работу консультанта «Арифлейм» вместе с работой визажиста. Движемся далее. День красоты в СПО. Что такое день красоты в СПО? Мы рекомендуем приглашать на мероприятие гостей с учетом новичков. Это очень хороший критерий для наших мероприятий, потому что, естественно, вы можете пригласить как свою структуру на это мероприятие, но лучшее правило, которое дает лучшие результаты, это по опыту тех лидеров, которые именно так работают, и по опыту наших коллег из России. Это консультант плюс один новый гость от каждого консультанта либо клиента, который еще не зарегистрирован в компанию Reflame. Помимо мастер-класса от визажиста, мы также рекомендуем вам добавить различные активности, которые позволят вам эффективно рассказать о наших ключевых продуктах, о том, что сейчас интересного происходит в компании, что мы рекомендуем и тому подобное. Более подробные все сценарии активности будут доступны к началу кампаний в нашем личном кабинете на сайте lifestyle.expert. То есть, как только вы как менеджер СПО, либо как лидер регистрируетесь на сайте, вы получаете весь пакет материалов, сценарии, пригласительные, различные скрипты работы, презентации. Мы еще некоторые материалы загружаем. Я думаю, до конца недели у нас все материалы будут размещены на нашем сайте, и вы сможете их использовать точно так же, как, например, в антикастинг-проекте. Помните, мы тоже предлагали вам презентации и различную информацию, как проводить антикастинг-дни на ваших СПО. Точно так же в рамках этого проекта «Дни красоты» также будут все доступные сценарии для работы. После проведения мероприятия с визажистом… Так, я уже говорил, что мы рекомендуем находить визажистов как самостоятельно, так же мы будем подключать рекламу. Обязательно необходимо регистрировать на сайте lifestyle.expert мероприятие, чтобы не упустить тот поток людей, который мы будем генерировать с помощью рекламы. И отправлять отзывы визажистов к нам в офис. Так, что еще необходимо сказать? Для участия в этом проекте лидерам необходимо подготовить набор косметики для проведения мероприятий. Кстати, в личном кабинете также есть специальный файлик, в котором есть рекомендации от наших экспертов по продуктовой коммуникации, какую косметику, что именно мы рекомендуем использовать в рамках бьюти дней на ваших мероприятиях. Также лидеры находят местных визажистов, договариваются о проведении бьюти дней и дают обратную связь нам в отдел поддержки продаж. Почему это выгодно участвовать в этом мероприятии лидеру? Мы также уже останавливались. Людям интересно приходить на такие мероприятия, особенно в регионах. Это особенно будет пользоваться популярностью. И, естественно, будет возможность рассказать более подробно о том, что сейчас происходит в компании Reflame. Для визажиста почему же интересно участвовать визажисту? Он получает премию и сотрудничество с компанией Reflame – 5000 рублей. Это действительно очень хорошие деньги. Плюс продвижение от компании. Мы будем сотрудничать с этим визажистом в рамках этой сезонной кампании. И также после окончания сезонной кампании приглашать на мероприятия, делать различные видеоролики, снимать обзоры каталогов, приглашать на участие в рекламе. То есть действительно очень интересный проект не только с точки зрения денег, но и с точки зрения продвижения и показа своих навыков. Вы, наверное, все помните, что у нас есть в СНГ официальный визажист от компании Reflame – Алена Терещенко. Точно так же и в Беларуси сейчас мы надеемся, что у нас появится благодаря этому проекту действительно профессиональный визажист Reflame – Беларусь. Вопросы в чате. Это премия за победу или сумма контракта, которую визажист будет отрабатывать? При регистрации на сайте, когда визажист регистрируется, он соглашается с условиями участия в этом проекте. По этим условиям прикреплен документ, в котором все это подробно расписывается. 5 тысяч белорусских рублей – это выплата визажисту в качестве гонорара за сотрудничество с компанией Reflame в течение 12 месяцев. То есть в течение 12 месяцев мы заключаем договор с визажистом и выплачиваем визажисту вознаграждение каждый месяц. По сути, зарплата каждый месяц – 5 тысяч белорусских рублей, разделенные на 12 месяцев. Каждый месяц он получает это вознаграждение. Также в этом документе, с которым соглашается визажист на участие, прописано то, что мы хотели бы получить от визажиста. Там, например, указано, что в течение года визажист соглашается на участие в двух, точно не могу сейчас сказать, все пункты прописаны, сколько мероприятий должен посетить визажист, в скольких роликах, например, для компании отсняться, сколько обзоров продукта он должен разместить. То есть все вот это вот, все, как говорится, сухие юридические правила, они также прописаны на сайте, и при регистрации видны визажистам. Они не смогут зарегистрироваться, пока они не откроют этот файлик, не просмотрят, не согласятся с вот этими вот условиями. Фоторабот визажиста выставлять в соцсетях с хэштегом. Да, мы рекомендуем вам использовать официальные хэштеги мероприятия, хэштег «Следуй своей красоте», чтобы ваши визажисты также получали дополнительный поток из социальных сетей, а наши люди смогли отслеживать, как проходят мероприятия в рамках этого проекта. Возраст визажиста имеет значение? Да, имеет значение, потому что, естественно, не с каждым мы можем заключить договор. То есть договор заключается от 16 лет. По договору мы можем заключать договор с визажистом, которым мы выберем победителем в рамках этого проекта. Я уже рассказал, почему визажистам будет интересно участвовать. Это первый такой талантливый конкурс визажистов в Беларуси. Это действительно престижно сотрудничать с ведущим косметическим брендом в Беларуси в рамках этого проекта. Поучаствовать может любой визажист, который проводит мероприятие именно в партнерстве с нашими лидерами, либо менеджерами СПО. То есть у визажиста не получится так, если он зарегистрировался, провести где-то мероприятие, накрасить своих знакомых и просто поучаствовать в этом проекте. Обязательно, одно из обязательных условий для визажиста также то, что он проводит мероприятие именно в сотрудничестве с нашими менеджерами СПО, либо лидерами. Это также одно из основных условий. Также для визажистов это отличная возможность поиска новых клиентов. Особенно это очень важно для региональных визажистов. Реклама своих навыков и техники. Возможность попасть на большое финальное мероприятие, посмотреть мастер-класс от именитого визажиста. Как я уже сказал, что финал у нас будет проходить в Минске в конце апреля. Более подробно точная дата будет сообщена в ближайшее время. На этом мероприятии у нас будет семь финалистов. Один победитель, с которыми будем заключать контракт и признание его как официальным визажистом «Арифлейм». Поощрительные призы. Первые три визажиста у нас получат также годовой запас косметики от компании «Арифлейм». А также мы сейчас договариваемся о том, чтобы три визажиста, три наших финалиста, которые также будут у нас в финале, получат еще в качестве дополнительного подарка обучение в специальной школе визажа в Минске, в которой как раз-таки работает наш звездный эксперт. Так, движемся с вами далее. Все вы, наверное, рассказывали о зимнюю акселуационную кампанию «Антикастинг» 2017-2018 года. Действительно, эта кампания прошла очень успешно. Мы рассказывали о важности, о том, как важно приглашать новых людей, быть активным, присоединяться к сообществу «Арифлейм», развивать свое сообщество. И в рамках этой кампании мы привлекли очень много людей. Наши менеджеры «Эспо» провели замечательные мероприятия событийного маркетинга. Это сейчас действительно в тренде. И мы все помним, как прекрасно прошли «Антикастинг» дни. И вот за эти пару дней, с момента объявления нашего проекта, мы получили много вопросов о том, в чем же будет кардинально ли отличается как-то «Антикастинг» дни от наших мероприятий в рамках кампании «Следуй своей красоте». Механика кампании немного отличается. Если в «Антикастинг» лидеры приглашали фотографа для участия в праздниках СПО, мы рекомендовали делать фотографии, красивые фотографии, делали бесплатную фотосессию, то в рамках проекта «Следуй своей красоте» мы приглашаем визажистов. И уже тут на первое место уходит именно проведение мастер-классов. Бесплатный мастер-класс по макияжу, на который приглашаются гости, в рамках которого мы проходим по всем предложениям «Арифлейм». Но, по сути, это очень схожие мероприятия, которые у вас есть замечательный опыт проведения, судя по тем мероприятиям, которые у нас были на карте, о которых вы рассказывали нам в чатах, особенно в чатах СПО. Так, движемся далее. Пока отвечу вопросы из чата. Про именитого визажиста я уже вам рассказывал. После вебинара, когда мы дадим презентацию, мы добавим аккаунт в Инстаграм нашего визажиста. Это Елена Санько, как я уже вам сказал. Это профессиональный визажист, эксперт. У нее есть своя школа мейкапа визажа. Очень важно тоже об этом упомянуть, потому что мы, как сотрудники бьюти-индустрии, естественно, очень долго отбирали нашего звездного эксперта именно белорусского. И то качество профессионализма, качество макияжа, мастер-классов, которые проводит наш звездный визажист, действительно нас очень заинтересовало. Это мы с гордостью можем сказать, что очень рады, что мы с ней сотрудничаем. Если знакомый визажист из другого города, он просто оформляет заявку, не указывая, что я его пригласил. А правильно я понимаю. Если у вас знакомый визажист из другого города, он регистрируется в нашем проекте, но он хочет работать именно на ваше мероприятие, он при регистрации должен указать именно ваш номер консультанта. Если он не указывает ваш номер консультанта, тогда он расценивается как самостоятельный визажист, и тогда мы уже с коллегами будем распределять, смотря из какого он города, искать ближайшее к этому визажисту мероприятие и связывать этого визажиста с лидером, который будет проводить эти мероприятия. Есть ли минимальное количество участников для мастер-класса на СПО? Минимального количества участников для мастер-класса на СПО в рамках этого проекта не существует, но тем не менее мы рекомендуем, вы, наверное, сами не заинтересованы, чтобы такие мероприятия были малочисленными. Все-таки на них надо приглашать как можно больше людей, а поэтому обязательно регистрируйте мероприятия на сайте, мы будем вам помогать с точки зрения коммуникации, если будем видеть, что вы зарегистрировали мероприятия, которые будут проходить в вашем городе. Где на сайте зарегистрировать свой кабинет, это будет немного дальше у нас. Может ли от одного СПО участвовать несколько визажистов? Конечно, может, может несколько визажистов. Вы можете приглашать визажистов, например, в среду проводите один бьюти-день, в четверг проводите бьюти-день уже с другим визажистом, а можете объединять и делать масштабный бьюти-день, в котором вы проводите мероприятия, где параллельно работают у вас несколько визажистов. Можно ли работать на всей косметике, либо на определенной? Тут также нет. Нет, как я сказал, в кабинете будет рекомендация по продукции, по нашим продуктам, именно по продуктам Арифлэйм, с которыми мы рекомендуем работать. Но, тем не менее, предоставляя косметику для визажиста, вы можете предложить ему выбор, чтобы он сам выбрал, с чем ему комфортнее работать, чтобы он оценил нашу косметику. Однако должны понимать, что, естественно, интереснее предлагать для работы визажисту что-то из наших новинок. Потому что на мероприятия будут приходить, естественно, внешние люди, и они будут интересоваться, с помощью чего делается бесплатный макияж, о чем рассказывается в мастер-классе. То есть фокус все-таки мы рекомендуем делать на ключевые наши продукты, на новинки. Именно об этом будет в файлике, который будет выложен в кабинете, как рекомендация по продукции. Бьюти-дни надо провести до 27 марта. Все верно, до 27 марта нужно не только провести бьюти-дни, но и дать обратную связь по визажистам. Будет определенная форма, также в кабинете будет предоставлена форма, по которой вы оцениваете визажистов, делаете фотографии. На следующих слайдах я покажу, как правильно делать фотографии. Предоставляете это в компанию, чтобы мы могли оценить тех визажистов, с которыми вы сотрудничали и работали. Движемся далее. Вот так вот на мероприятии вы видите небольшой слайд той формы, по которой должен оценивать лидер. Эта форма будет в личном кабинете, можно ее скачать. По этой форме вы должны будете оценить каждого визажиста, который принимает участие в бьюти-днях у вас на мероприятии. И отзывы в любом виде, но главное с этой формой, отправить нам в компанию, чтобы мы собрали отзывы по визажистам и смогли отследить тех визажистов, которых мы планируем пригласить уже в следующий этап. На мероприятии лидер также должен сделать три фотографии модели, с которой работал визажист. Это анфас, три четверти и профиль, как сейчас вы видите на слайде. То есть для оценки визажиста, естественно, эта оценка должна быть визуальной. Мы с коллегами и нашим звездным визажистом будем оценивать также еще и визуально, поэтому обязательно не забывайте делать фотографии и параллельно вместе с оценками также присылать вот такие фотографии, которые в качестве примера вы видите на слайде, а также будет подробная информация в личном кабинете по материалам. Спрашивают, надо делать до и после фото. Естественно, мы будем отслеживать, отслеживать, отсматривать фотографии, как уже сделан макияж, то есть после макияжа. Но если модель, приглашенный гость, не возражает от фотографий до макияжа, вы, естественно, можете нам предоставлять фотографии до макияжа. До макияжа не обязательно, после макияжа фотографии обязательно. Естественно, если до макияжа и после макияжа мы видим колоссальную разницу, по которой можно отследить профессионализм визажиста, это будет только большим плюсом, если вы предоставите фотографии и до, и после. Насколько важно качество мероприятий? Мы не будем особо придираться к качеству мероприятий, как говорится, тут все намного проще, чем с верификацией консультантов на сайте Reflame. Но, тем не менее, вы должны понимать, что мы хотели бы отследить, чтобы на фотографиях было видно, именно качественные фотографии, было видно, как визажисты сделали профессиональный мейкап. Более того, мы рекомендуем вам приглашать на эти мероприятия профессиональных фотографов, потому что это может вам послужить очень хорошим контентом для дальнейших бьюти дней и приглашения людей на остальные такие мероприятия, если вы будете делать профессиональные фотографии и показывать, как профессионально был сделан и качественно мейкап в рамках этого проекта. Вот так вот выглядит наш сайт, наша заглавная страничка, на которой мы рассказываем о нашем главном призе, контракт с Reflame на 5000 белорусских рублей. Так выглядит регистрационная форма на нашем сайте. Все поля, которые обязательны для заполнения, выделены в отдельный блок. У нас также есть необязательные поля, но мы все-таки рекомендуем их заполнять. Это ссылки на профили визажистов в социальных сетях, чтобы мы также смогли оценить, насколько визажисты профессионально делают контент, то есть рассказывают о своих профессиональных навыках в социальных сетях. Поэтому обязательно рекомендуйте заполнять визажистам, которых вы приглашаете, как можно подробнее информацию. И, как я рассказывал, также вот две галочки согласия с условиями конкурса должны проставить визажисты, прежде чем зарегистрироваться, иначе дальше у них не пройдет регистрация. Четыре этапа. Тут на нашем сайте будет рассказываться о четырех этапах, как будут проходить четыре этапа. Для менеджеров, СПО, визажистов, лидеров, естественно, самый главный этап – это первый этап, отборочный этап, мастер-классы, бьюти-дни, потому что именно в этот этап генерируется максимальное количество мероприятий, максимальное количество гостей на ваше мероприятие, регистрируются визажисты. Далее уже со второго этапа мы подключаемся активно с нашим звездным визажистом и определяем лучших людей от каждого региона, лучших визажистов, которые пройдут у нас следующие этапы и будут участвовать в нашей финальной битве визажистов за главный приз. Также хотелось бы обратить внимание, что, собрав все формы фотографий, оценки от лидеров, от менеджеров, которые вы нам высылаете в рамках отборочного этапа, который проходит до 27 марта, мы будем составлять шорт-лист, то есть список из 14-х визажистов, которые получили максимальные оценки от вас, от лидеров, которые проводят эти мероприятия, у которых действительно интересный мейкап, профессионально выполненный мейкап по фотографиям, которые вы также нам предоставляете, и организаторы этого конкурса, Елена Санько, Елена Санько, наш визажист, мы будем также выбирать, связываться топ-7, связываться с визажистами, приглашать их уже на следующий этап, который у нас будет проходить финал в Минске. Материалы в поддержку лидерам. Я уже тоже немножко говорил, что в рабочем кабинете на сайте у нас будут бьюти-дни, сценарии для активности, скрипты ведущих, список продуктов, которые мы рекомендуем, рекомендуем, макеты приглашений, макеты билетов на мастер-класс и тому подобное. Действия лидера, тоже мы уже рассказывали об этом, подготовить помещение, плюс инструменты, материалы для бьюти-дней в ваших СПО, либо на внешних площадках, найти визажиста, пригласить его, либо пригласить тех визажистов, которых мы вам предоставим, если это будут самостоятельные визажисты, написать обратную связь, загрузить фотографии, отчет на сайт. То есть, когда вы регистрируете как менеджер СПО либо лидер в свое мероприятие, к этому мероприятию обязательно загрузить фотографии. Это точно так же, как вы помните, у нас было в проекте антикастинг. И победу будет, победу держит... Так, тут я немножко не подправил слайд у нас. Забегая немножко вперед, скажу, что у нас будет конкурс для лидеров, о котором расскажу в конце сегодняшнего вебинара. Те, которые проведут самое интересное, максимально по количеству приглашенных людей мероприятие. Итак, дни красоты, которые у нас будут проходить в ваших площадках, в ваших СПО, мы рекомендуем включать такие зоны, как мастер-класс победителей, фотозоны, голосование за визажистов. Возможно, люди к вам приходят, они тоже смотрят. Понятно, что менеджер выставляет оценки, делает фотографии, отправляет нам, но также привлекайте к участию, к выбору визажистов. Также от ваших гостей это всегда очень хорошо работает. Мы же на финале, который у нас будет проходить в Минске, готовим тоже очень много различных зон на припати. У нас будет интересный обучающий блок, мастер-класс от нашего звездного визажиста. Возможно, у нас будут еще дополнительные эксперты, приглашенные. Мы будем рассказывать, естественно, об уходе за кожей, о велнес-преимуществах, делиться фактами гордости Арифлейм. Ну, я думаю, что если вы посещали наше мероприятие, вы, наверное, высоко оцениваете, как мы к ним готовимся и проводим. Поэтому к этому проекту мы уже начали готовиться заблаговременно и тоже сейчас выходим на финишную черту. Я надеюсь, что финал, который пройдет в Минске, тоже будет очень интересным и запоминающимся. Дни красоты. На эти дни красоты, чем больше, соответственно, дней мероприятий вы проводите в своих СПО, соответственно, тем больше мы сможем людей от вашей структуры пригласить на дни красоты, на тот финал, который пройдет у нас в Минске. Движемся далее. Где узнать больше? Как я уже рассказывал, у нас работает сайт. Сайт называется lifestyle.expert. Зайдя на этот сайт, вам надо выбрать регион Беларусь, либо зайти просто по прямой ссылке, впереди подставив BY. то есть прямая-прямая ссылка на наш сайт buy.ariflame.expert, либо lifestyle.expert, и тогда просто надо выбрать регион Беларусь. На этом сайте есть страница для пользователей и страница для визажистов. На странице для визажистов у нас визажисты видят форму для регистрации визажистов на конкурс, видят правила конкурса, видят описание, то, что их ждет, какие призы и тому подобное. Обычные же пользователи видят информацию, где и когда будут проходить мероприятия и тому подобное. Вопрос в чате. В какие сроки нужно зарегистрировать бьюти-дни? В начале презентации я показывал слайд, там написано, что регистрация самих визажистов у нас до 21 марта. Сами мероприятия у нас проходят до 27 марта. То есть визажисты регистрируются до 21 марта. Нам необходимо немного времени, чтобы подтвердить регистрацию, отправить визажиста к лидеру, чтобы лидер успел создать мероприятие. Соответственно, последний день мероприятия это 27 марта, когда могут проводить мероприятие. Естественно, чем ближе к концу отборочного этапа вы регистрируете визажистов, соответственно, у них получается меньше времени на подготовку, меньше времени на подготовку лидеров, поэтому рекомендуем до последнего момента не затягивать. Более того, нам тоже нужно некоторое время, чтобы обработать заявки и подтвердить мероприятие. на сайте Lifestyle Expert Map, то есть, где у нас есть карта, обычные пользователи могут посмотреть эту карту и определить, где будут проходить мероприятия с визажистами, чтобы их посетить и подтвердить свое желание посетить эти мероприятия, точно так же, как в проекте Anti-Casting. Для лидеров там у нас будет вход, соответственно, заходя на этот сайт, вы подтверждаете свое участие в этом конкурсе и, соответственно, вы должны размещать все мероприятия, которые вы планируете использовать на нашей карте. Как я уже сказал, что, возможно, мы еще отдельно сделаем регистрацию через Google Form для удобства, чтобы мы понимали, кто из лидеров готов уже подтвердить сейчас, что он хочет участвовать в этом мероприятии либо из менеджеров СПО. Также есть идея создать отдельный чат. Тоже хотел бы вас спросить, возможно, будет интересен отдельный чат именно для организаторов, для менеджеров СПО, для лидеров, которые будут проводить мероприятия на каких-то внешних площадках, где вы смогли бы обмениваться опытом, делиться друг с другом информацией какой-то, какими-то фишками, лайфхаками, как интересно проводить мероприятие, а мы со своей стороны тоже смогли бы быстро отвечать вам на какие-то организационные вопросы и давать консультации. Я вижу, что вроде как идея хорошая, в чате отклик, поэтому давайте, да, сегодня-завтра мы обязательно зададим ссылку на чат и, наверное, будем в чат уже приглашать после регистрации через нашу Google-форму, чтобы туда попадали именно только те, кто планирует проводить мероприятие, кто подтвердил свою регистрацию для участия в этом мероприятии. Как я уже, да, немножко сказал, мы планируем, естественно, поддержать тех лидеров, менеджеров СПО, кто будет активно участвовать в этом конкурсе, активно сам искать визажистов, активно проводить мероприятия, приглашать людей на это мероприятие и тому подобное. Поэтому мы посовещались с коллегами и готовы объявить пять номинаций, в которых мы будем выбирать победителей конкурса для СПО и лидеров. Первая номинация это лидер либо СПО, лидер СПО по приглашению визажистов. То есть, естественно, все визажисты, которые будут указывать регистрационный номер лидера, мы будем понимать, что это работа этого лидера и он приглашает этого визажиста для участия в бьюти-днях на своей площадке, на своем СПО либо на какой-то другой площадке. Таким образом, мы по окончанию нашего проекта мы сможем отследить, кто из лидеров пригласил максимальное количество визажистов и выделим этого лидера как победителя в категории лидер СПО по приглашению визажистов. Вторая категория это у нас лидер СПО по проведению мероприятий бьюти-день, то есть, те лидеры, которые зарегистрируют на карте и проведут максимальное количество мероприятий в рамках отборочного тура, который будет проходить до 27 марта. Чем больше вы мероприятий создадите и проведете мероприятия с визажистами, соответственно, у вас больше шансов выиграть в категории лидер СПО по проведению мероприятий. Еще одна категория, в которой мы хотели бы наградить лидера либо СПО, это лидер СПО по креативу. Естественно, у нас есть сценарий мероприятия, но подход, как мы видим по предыдущим нашим проектам, подход у лидеров всегда очень интересны. Некоторые наши лидеры и менеджеры СПО действительно делают очень креативные мероприятия, и мы не можем это обойти стороной. И также планируем наградить лучшего лидера СПО по креативу. Естественно, креатив мы будем отслеживать по тем фотографиям, которыми вы будете делиться со своих мероприятий. Еще одна номинация, это лидер СПО по рекрутингу. Так как у нас идет как раз-таки рекрутинговая компания, очень выгодно приглашать новичков на вот эти мероприятия. Мы также будем отслеживать, кто из лидеров, который проводит мероприятие, пригласил как можно больше новичков. И хочу напомнить, что у нас также есть конкурс для приглашающих спонсоров в рамках рекрутинговой компании, где есть возможность получить сертификаты на путешествие. Поэтому активно рекрутируйте еще в рамках рекрутинговой компании и в рамках нашего проекта нашего конкурса визажистов. То есть очень выгодно совмещать вот эти вот две вещи. Как вы знаете, что рекрутинг это наше все, поэтому обязательно делайте фокус на рекрутинг. Именно поэтому мы рекомендуем вам приглашать внешних своих консультантов плюс одного внешнего человека, еще не консультанта Арифлейм. И также мы отметим, выделим одного победителя по тому, откуда у нас пришел визажист. То есть семь человек, семь визажистов у нас попадают в финал. Если в финале у нас мы выбираем визажиста какого-то определенного, тот лидер, который пригласил этого визажиста, либо если этого визажиста нашла компания и отправила для проведения мероприятия к лидеру, соответственно, мы хотели бы тоже поощрить, как говорится, прародителя вот этого визажиста, где он проводил свое первое мероприятие в отборочном туре. Таким образом, у нас будет как минимум пять победителей в этих номинациях. Мы готовы предоставить призы. Это будет, естественно, диплом победителя проекта конкурса для визажистов. Это будет приглашение на финал в Минске, где вас будут ждать еще дополнительные сюрпризы от компании. Мы также готовы предоставить победителям материалы для СПО. Мы всегда понимаем, что вам очень важны для ваших СПО ролапы, дополнительная печатная продукция и акционные образцы, например, по нашим рекрутинговым компаниям для СПО. Поэтому это также будет в призовом наборе, так скажем, конкурса нашего для СПО лидеров. И еще дополнительный сюрприз от компании вас также будет ждать на финале нашего конкурса в Минске. Поэтому обязательно будьте активны в рамках нашего конкурса, потому что не только у вас есть замечательная возможность оживить мероприятиями приглашения людей в свои СПО, в свои структуры, но также есть возможность получить замечательные подарки от компании. мы, естественно, будем поощрять самых активных лидеров менеджеров СПО, которые будут работать активно в рамках нашего конкурса. Вот так вот, если вкратце, хотя вроде как я больше часа вам рассказывал об этой компании, но можно рассказывать, бесконечно долго выглядит наша компания следуя своей красоте. Это так выглядит наш конкурс для визажистов, которые мы будем выделять. Мы очень надеемся, что нам удастся найти действительно профессионального официального визажиста Reflame и уверены, что это будет польза как для нас, для компании, так и для вас, для лидеров, потому что у нас появится официальный визажист Reflame, с которым мы будем сотрудничать. Надеюсь, что эта компания вам интересна, понравилась. Как я уже сказал, мы в ближайшее время создадим тогда Telegram-чат, в котором мы будем обмениваться опытом, отправим вам презентацию и подготовим также Google-форму для регистрации в эту программу менеджеров, которые уже точно понимают, что им интересно, они хотели бы поработать, проводить мероприятия с визажистами в этой компании. Как я уже сказал, рекомендую вам не затягивать, потому что реклама у нас на днях стартует, реклама по поиску визажистов и приглашению людей на мероприятия, поэтому, естественно, вы, наверное, больше даже заинтересованы, чтобы как можно раньше зарегистрироваться и начать проводить мероприятия, искать визажистов уже в совершенно ближайшее время. Давайте, у нас есть еще немножко времени, я думаю, что я смогу ответить на ваши вопросы, если у кого-то появились эти вопросы, но в любом случае, как я сказал, что в Telegram канале мы создадим Telegram канал, мы будем отвечать на все вопросы, которые у вас возникли. Можно ссылку на чат разместить в Google форме после ее заполнения? Да, мы можем сделать так, это, наверное, было бы даже удобнее, чтобы сразу, как только в Google форме вы регистрируетесь, вы сразу переходили в чат и уже могли активно включаться и работать. Подскажите, пожалуйста, запись этого вебинара будет? Мы вебинар, к сожалению, на нашей площадке... А, нет, у нас, да, у нас идет запись, я думаю, что, естественно, коллеги Асмы запись вебинара вам чуть позже также опубликуют. Ох, Алексей, хоть сейчас беги организовывай. Ну, действительно, вы знаете, мероприятия очень интересные, и мы даже удивлены, как нам удалось договориться с нашим звездным визажистом, потому что девушка работает профессионально в сфере мейкапа, визажа, очень много ездит на тренинги, ее приглашают читать тренинги, различные мероприятия, бьюти-индустрии, и она тоже высоко оценила наш проект, когда мы рассказали, что вот мы хотим сделать такой проект в компании Reflame выбрать официального визажиста, но выбрать не просто, где наши эксперты собрались, выбрали кого-то, а выбрать именно с помощью наших лидеров, наших СПО, параллельно проводя мероприятия и приглашая туда визажистов, приглашая туда других людей, чтобы они могли также видеть, как у нас проходит мероприятие, что у нас очень хорошее сообщество, потому что сейчас действительно это в тренде, именно маркетинг, продажи с таким вот подходом к объединению потребителей, это прям тренд в Европе, это действительно очень пользуется большой популярностью в Беларуси, мы, можно сказать, как первопроходцы компании Reflame. Алексей, еще раз уточню, если я хочу выступить как организатор мероприятия и визажист на СПО своего лидера при регистрации на мероприятие, я указываю свой номер как визажиста и как лидер. Если вы, давайте рассмотрим несколько вариантов, если вы как организатор мероприятия, то есть организуете мероприятие, а лидер вам предоставляет просто свое СПО и в тот же момент вы являетесь визажистом, который работает на этом мероприятии, естественно, вы можете регистрировать сами себя как визажист, указывать также себя как лидер, но обращаю ваше внимание, что тут есть небольшой момент загвоздка именно по оценке. Сами себя, естественно, вы оценивать не можете, поэтому мы будем просить тогда высылать оценку вашего либо вышестоящего спонсора, либо вышестоящего лидера, либо менеджера СПО на территории, в которой вы проводите мероприятие. Ну, естественно, раз вы организатор мероприятия, ну да, вы, наверное, заинтересованы, чтобы на это мероприятие приходили именно к вам, поэтому себя вы должны указывать, если вы визажист, именно как организатор номер лидера указывает свой. Если менеджер СПО либо лидер проводит просто мероприятие, естественно, визажист указывает его номер. То есть совмещать вы можете, единственное, что вы не можете быть одновременно визажистом и сами себя оценивать. Так как у нас оценивает организатор мероприятия, в данном случае вас будет оценивать ваш вышестоящий лидер либо спонсор. И, соответственно, тоже фотографии и оценки будет присылать он. Просто мы от вас тогда уже не сможем принять оценки, сами себя это нерелевантно. Если есть еще какие-то вопросы, готов ответить. Сегодня после вебинара, как я уже сказал, мы опубликуем презентацию. И, наверное, давайте договоримся завтра уже, наверное, завтра мы вам предоставим в наших телеграм-чатах ссылку на гугл-форму. И как раз коллеги смогут подготовить сегодня за вечер либо завтра наш телеграм-канал, в который мы будем включать организаторов и отвечать на вопросы, помогать вам именно по организации. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, пишите в чатах, пишите на почту. Слайды мы тоже вам вышли. Всегда готовы вас поддержать в плане коммуникации, в плане, возможно, даже в плане поддержки как-то технически. Ну, все надо, естественно, как бы обсуждать. Я думаю, что в нашем чате будет очень продуктивная беседа, будем делиться опытом, будем друг друга поддерживать, рассказывать, отвечать на все ваши вопросы. Большое спасибо за внимание. Планировали мы уложиться в час, немножко затянули, но я надеюсь, что информация была интересная, полезная. Надеюсь, что этот проект у нас пройдет очень интересно. Это придаст вам активность в весенний период. У нас сейчас очень много впереди праздников. Этот проект принесет только положительные моменты, положительные эмоции и для нас, и для тех людей, которых мы сможем пригласить благодаря приглашению на бесплатные мастер-классы, благодаря приглашению на наш конкурс выбора официального визажиста Арифлейм. Большое спасибо всем за внимание. Ожидайте, пожалуйста, слайды, и будем видеться чаще в нашем чате, отвечать друг другу на вопросы, поддерживать, делиться опытом. Большое спасибо, всем хорошего вечера, до свидания.